всем привет вы видите что у меня на груди ну и понятно о чем пойдет речь точнее не речь пойдет а такой вечер воспоминаний ну прежде всего перед тем как начать вспоминать я хочу поблагодарить вас за то что смотрите мои монологии слушайте их и за то что пишите комментарии обсуждать любимые или ненавидимые альбомы в комментариях дело святое практически дело замечательное интересное требует много времени много моральных затрат и это очень интересно ну я к воспоминаниям что такое black sabbath wolf 4 том 4 для меня это ну так же как и прочие пластинки black sabbath периода с азиосбордом а других я не слушаю потому что они мне не нравятся для меня это такие домашние животные привычные котики собачки у меня нет котиков и собачек котиков я не люблю кстати собачек люблю но это вот как как те самые заменители домашних животных уютные знакомые любимые милые теплые существа вот одно из этих существ в моих руках сейчас привычная очень такая домашняя музыка детство прошло с этой музыкой детство советского пионера лёши рыбина прошло с этой музыкой как и детство многих многих других советских пионеров когда ушел этот альбом мне было 12 лет естественно я его услышал позже потому что в 12 лет я еще не занимался спекуляции пластинками не покупал их у меня не было денег у меня были деньги только на завтраки школьные и на мороженое это уже там годам к 15-16 что-то стало появляться но тем не менее магнитофон уже был я уже записывал какую-то музыку обменялся с товарищами по увлечениям и мы слушали black sabbath в школе и наше пионерское детство немножко было скрашено этой замечательной бодрой веселой музыкой и с тех пор я люблю black sabbath несмотря на то что и джаз там и авангард и все из классическая музыка немножко я не специалист классической музыки на немножко все таки зацепил ее и серьезные какие-то эти такие интересные музыкальные глубокие вещи да но black sabbath остается со мной всегда вот такой я урод как и многие другие между прочим четвертый альбом он мне очень нравится мне нравится гораздо больше даже чем предыдущий master of reality на самом деле хотя он тоже хороший но тяжелый умный концептуальные поиски вот эти все вот это есть гораздо гораздо более интересные группы которые занимаются поисками гораздо более глубокими поисками гораздо более яркими интересными и находки там гораздо ярче интересней не надо black sabbath углубляться в поиски и они не углублялись после уже после master of reality и записали прекрасный мощный веселый рок-н-ролльный альбом вот что такое том 4 прекрасный драйвовый рок-н-ролл но в прочтении музыкантов black sabbath конечно я бы назвал эту пластинку не но в уфо фан-хаус как устут же до дом кайфа потому что начали записывать альбом в лондоне а потом перебрались в америку перебрались в калифорнию если я не ошибаюсь там где-то там сняли какой-то особняк и в этом особняке прекрасно проводили время несколько месяцев ну озиозом писал что много недель несколько недель но несколько недель это считает несколько месяцев потому что 4 недели это не несколько недель несколько это больше значит значит значительно дольше и жили очень хорошо в свое удовольствие с огромным количеством алкоголя с огромным количеством девушек которые приходили туда Сами их не надо было разыскивать и уговаривать зайти на огонек в гости к Ози Осборну или Тони Айоми. Не надо, сами приходили. Ну и различные стимулирующие препараты тоже, как пишут все критики, сам Ози Осборн тоже были в избытке. Поэтому недостатков удовольствия их не было никаких. И вот этот самый Дом кайфа, фанхаус, и подарил нам чудесную, божественную музыку этих прекрасных героев Black Sabbath. Очень веселая пластинка, действительно, она мне очень нравится. Она легкая, ну не в смысле легкая по звуку, по звуку тяжелая, по музыке легкая, мажорная, бодро, веселая. Это одна только песня Супернаут, чего стоит. Все знают, что эта песня очень нравилась Франку Заппе. И я понимаю, почему. Хотя, что, знаешь, я понимаю, я читал, да, то, что Франк Заппу говорил, что, во-первых, в ней чувствуется адреналин, а в ней чувствуется адреналин. А во-вторых, Заппе очень нравился гитарный ход, который там играется. А он настолько безумный, настолько сумасшедший. Вообще, песня Супернаут, она мне напоминает какие-то такие вечеринку в Черногории где-нибудь. Эй! Такая, да, такая. И то ли она, то ли она вот какой-то югославский какие-то напевы, то ли еврейские какие-то пляски там вдруг возникают. В общем, такая вечеринка мужиков здоровенных, которые дали как следует алкоголя, заправились хорошим деревенским вином, встали в круг. И вот это... Эй! Вот такой Black Sabbath я люблю. Это очень хорошая музыка, очень хорошая песня. Ну, предыдущий номер перед Супернаут FX. Что такое FX я знаю, FX-ами я занимался и занимаюсь, когда сижу на озвучении в кино. И я там... Ну, это очень хорошая вещь, мне она очень нравится, вот этот FX Black Sabbath, потому что группы калибром поменьше, например, Pink Floyd, они из FX-ов делали целые альбомы. Например, Умагума. Тот же самый FX. Black Sabbath умудрились свою алмагуму вставить в минуту. Я не помню, сколько идет, около минуты там весит FX. Это значит талант, краткость сестра таланта. Молодцы. Wheels of Confusion первая вещь. Прекрасная, прекрасная. Мажорный, медленный рифф, раскачка, такой какой-то голос Осборна. Критики пишут, что с восточными интонациями, я не знаю, восточных интонаций у других групп, в других песнях гораздо более было отчетливо слышно. Здесь не восточные, а какие-то просто такие кайфовые интонации человека, которому хорошо. Интонирование, я имею в виду, не интонации голоса, а мелодию. Мелодия человека, которому очень хорошо просто. На фоне тяжелого, медленного такого риффа, гитариста, которому тоже очень хорошо. Ну, потом вдруг раз, становится еще лучше. Что-то взбодрилось, и темп меняется, погнали рифф. Рок-н-рольный, хороший, тяжелый рифф. А потом и вовсе стало хорошо, и пошла вот эта инструментальная штучка такая. Ну, вот это очень странная, очень странная вещь. Когда я учился в школе, мы вот этот инструментальный проходик играли все на гитарах. Его играть-то, в общем, большого ума не надо, поэтому все получалось очень здорово. И мы играли Black Sun. Очень круто. Ну, этот проходик, он сдобрен, конечно, там, вибрато, сдобрен еще обработками хорошими. То есть, так он убедительно звучит, очень, очень весело. Tomorrow's Dream нормальный, тяжелый рок-н-ролл в том виде, в каком его понимают Black Sabbath. Но это чистый, чистый рок, чистый рок-номер такой, без дураков, без затей, безо всякой мистики, безо всякой смури, без нравоучений. Хороший, такой драйвелл, рок-ченджес, это просто на танцы дамы приглашают кавалеров. Или кавалеры приглашают дам. Очень хорошо спето, мелатрон, фортепиано. Как будто это и не Black Sabbath вовсе. И как будто это даже и не Ози Осборн. И уж понятно, что ни то не Айоми совсем. Просто какая-то музыка-сфер, которая является предысторией к Laguna Sunrise, инструменталу на второй стороне. Который тоже с акустической гитарой, с мелатроном, все дела. Это вот этот самый флёр дома кайфа, конечно, на это всё наложился, на сознание музыкантов. И очень расслаблено, всё очень хорошо. На второй стороне Snow Blind. Жалкая попытка вернуться к звучанию первого альбома. Но ничего не получилось. Получилась очень хорошая, кайфовая, расслабленная песня. Хотя она кажется тяжёлой сначала вроде бы, да. И во второй части даже какая-то трагическая история начинается с понижением. Гармония идёт вниз. Вроде как трагедия. А вроде как трагедии всё равно там нет. А всё равно такой расслабон хороший. Snow Blind. Ну, понятно, про что эта песня. Чем она навеяна. Snow Blind. Собирались ведь и альбом назвать Snow Blind. По... Ну, не хочется... Я не знаю, можно ли в эфире произносить эти названия препаратов. Не можно, я лучше не буду. В общем, всё это ассоциируется с раз-два рода порошком. Поэтому как бы не надо. Ну, корнекопия. Ещё один ракешник. С блюзовой основой, с блюзовым рификом. Такой немножко разобранный. Потому что уже музыканты тоже в разобранном, видимо, состоянии были. Но вполне себе традиционный. Такой никакого намёка даже на первый альбом Black Sabbath. Вот этот вот страшный. Даже близко нет. Вот в Snow Blind попыточка была. Попытка не в зачёт. Получилась хорошая, калифорнийская, тяжёлая, психоделическая музыка. Лагуна Санрайз, я уже говорил, да. Это отсылка к Ченджис, просто как Ченджис номер два, только без вокала. И с другой мелодией, и с другой гармонией. Но, в принципе, суть-то та же. Всё равно. Saint Vitus Dance прямо просится как продолжение Супернаут. Если там пляски в Черногории были, то здесь пляски в Святого Вид, то уже практически в любой стране, в любой точке мира. Это может происходить. Но те же оголтелые, совершенно танцы безобразных мужиков. Вот что такое песня Saint Vitus Dance. Saint Vitus Dance. Ну и Under the Sun. Всё-таки нужно показать, что это те самые Black Sabbath с крестами. Хотя абсолютно они изменили здесь уже свою политическую платформу. Но, тем не менее, полотно из нескольких частей со странным очень гитарным подъёмом, таким улётом в небеса, в реверберацию. Два раза, по-моему, повторяется эта штука. Или три. По-моему, два. Причём какой-то такой странный. Там выбор нот. Что-то там. Там всё вроде бы в тональности, всё в гамме. Но какие-то там странные какие-то изломы в этой лесенке гитарной, которая играет Тони Айми. Улетая в небеса. Ну, это не портит картины. Всё вроде так приличненько, тяжело, мрачненько. И особенно мега-трагический конец этой пьесы, который вызывает улыбку у меня. Он ассоциируется с каким-то то ли... То ли с мультиком, то ли с чем-то ещё. Такая довольно банальная штука. Очень смешная. И очень на месте всё. Очень логично. Хотя, с другой стороны, нелогично. Ничего там логичного нет. Как-то так склеено всё. Но мы к этому привыкли. Нам всё это нравилось. И нравится до сих пор. Домашняя пластинка, которую я не собираюсь никуда девать. Время от времени слушаю. Возвращаюсь к ней. Музыка советских пионеров. Комсомольцев. И прочих школьников. А также взрослых дяденек, которые слушают настоящий рок-н-ролл. В виде пластинать блоксаба. Ну всё. Я пошёл пить. Black Sabbath Wall 4. 1972 год. Очень всем рекомендую. Тем, кто ещё не слышал никогда. Хотя таких людей, мне кажется, на свете просто нет. Их не существует. Пока. До новых встреч. До новых встреч.